Тулы покатались на коньках вместе с олимпийскими чемпионами. Каток открыли на главной площади города впервые. На лёд вышел и легендарный боксёр Рой Джонс. Как всё было, увидела Алина Фурсенко. Та самая композиция и та самая программа, с которой Алексей Ягудин раз и навсегда доказал, что он лучший. Олимпийский победный номер на тульском открытом льду. Можно сказать, повышенный уровень сложности. Открою маленький секрет для людей, которым нужно прыгать. Мы просто смотрим, куда ветер дует и прыгаем по ветру. Это, наверное, более главный аспект сегодняшнего вечера, что появилась возможность у других людей, и взрослых, и маленьких, также одевать конёчки и выходить на лёд. Этому льду не страшны даже оттепели до плюс десяти. А когда-то на куда менее современном, обычном открытом катке в Туле, семилетний мальчик Илья Авербух одержал первую в жизни победу. Я помню, как вот так мёрзли судьи стояли. Мы вот так же лопатами очищали лёд. У нас было деление. Турнир точно назывался «Звёздочка». И я стал чемпионом «Звёздочки». Это не забывай. Они и сами уверенно держатся на коньках, но сегодня аккуратно скользят в ботинках. Чтобы торжественно открыть губернский каток, на середину льда выходит глава региона Алексей Дюмин, олимпийский чемпион Антон Сихурулидзе, и ещё один человек, который со льдом, снегом и всеми атрибутами русской зимы пока на «вы» – легендарный боксёр Рой Джонс. Привет, Тула! Это первый в Туле каток с искусственным домом, где наши дети, наша молодёжь, да и взрослым надо тоже выходить на лёд. В любое время могут кататься, в любые погодные условия могут заниматься спортом, проводить семейный досуг. И мне кажется, вам здесь будет интересно, комфортно и весело. Зрители на то, как фигуристы порхают по льду, смотрели с замиранием сердца и чуть-чуть с нетерпением. Совсем скоро бесплатно можно будет взять коньки на час и зеркало искусственного льда площадью 1000 квадратных метров в распоряжении туляков. Выйду и постараюсь что-нибудь повторить. Нам очень понравились акробаты, когда выступали, как они плавно делают все движения. Изумительно, всё очень хорошо. Кстати, звёзды фигурного кота не намекнули, ещё приедут, например, на открытие крытого ледового дворца, а может быть, ещё раньше. Пока мы все восвечённые зрители этого прекрасного ледового шоу, а уже завтра сможем быть его участниками выйти. Сюда этот самый лёд, где выступали олимпийские чемпионы. Закуплено 100 пар коньков, который будет работать с 10 утра до 10 вечера, до самой весны. Алина Курсенко, Андрей Голованчиков, «Есть-Нова». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова